Одна из множества стратегий развития туризма в Казахстане является создание визит-центров в природных заповедниках и национальных парках. Они предлагают туристам информацию о местных достопримечательностях, экскурсии, прокат оборудования и другие услуги. О том, как развивается туристическая отрасль, расскажет мой гость, вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Ержан Еркенбаев. Здравствуйте, Ержан Маликович! Добрый день! Расскажите, какие меры принимаются правительством для привлечения туристов в Казахстан? Ну, на самом деле, различных мер много. Это целая палитра, начиная от маркетинга до мер государственной поддержки, поддержки туроператоров, которые завозят туристов, извне мер поддержки развития внутреннего туризма, бесплатный перелет детей и так далее, и так далее. Но сегодня я бы хотел рассказать про, опять-таки, один из видов придорожного сервиса для туристов. Это визит-центры. Визит-центры. По линии Министерства культуры имеется несколько программ, в рамках которых реализуются визит-центры. Что такое вообще визит-центры? Визит-центры в классическом понимании, по привычке народ думает, привык воспринимать, как обычный киоск с буквой «Ай», где турист приходит, покупает какой-то сувенир безделушку, покупает шоколад, кофе, ну и уходит. На самом деле, миссия визит-центров намного глубже. Вот только по нашему направлению есть два вида визит-центров. Это культурно-исторические визит-центры, которые строятся, в том числе, за счет бюджетных средств по линии различных программ «Партия Аманат» и «Рухани-Жангру». Это визит-центры, расположенные в исторических локациях, о которых надо рассказать людям. И в эти локации есть определенный поток туристов, и прибывая туда, они должны получить минимальный набор сервиса. Это, конечно, вымыть руки, воспользоваться санитарным узлом, перекусить, выпить чаю, ну и также получить информацию. У нас по линии культуры, по историческим местам в программе, в процессе строительства около десятка визит-центров, четыре из которых уже построены, четыре строятся, и один достроен, вот он должен вестись в эксплуатацию. Второе направление — это визит-центры чисто для туризма. Большинство из них, как вы правильно отметили, находятся в национальных парках. Национальные парки показывают просто сильную динамику развития туризма. Ежегодно около полумиллиона прирост составляет посетителей нацпарков, и по итогам прошлого года составило что-то около двух миллионов человек. Вот они, прибывая туда, они должны иметь возможность не только воспользоваться туалетом правильным, но и получить необходимый объем информации, как себя правильно ввести в природные местности. Вот, собственно, для этого и нужен визит-центр. То есть уже какие услуги и мероприятия доступны для туристов в визит-центрах? Ну, это для удовлетворения физиологических потребностей перекусить, выпить чай, воспользоваться туалетом. Первое — медицинская помощь. И второе — это набор услуг, необходимых для туриста. Это прокат, приобретение сувенира, заказ услуг гида. Часто при визит-центрах бывают спальные места. Это кемпинги, глэмпинги, эко-отели. Ну и получить необходимую информацию. К примеру, если мы говорим про визит-центры, которые находятся на особо охраняемых природных территориях, национальных парках, то там турист должен получить карту, должен знать, где можно ходить, где нельзя лучше ходить, где можно разжигать костры, где находятся барбекю-зоны безопасны. А где этого делать нельзя? Должен получить информацию о том, к примеру, что окурок брошенный, он будет разлагаться на протяжении 10 лет, жвачка на протяжении 50 лет или 30 лет, пластиковый стаканчик или даже бумажный с пластиковым покрытием — 50 лет, обувь оставленную 80 лет, леска рыболовная — это 600 лет, например, детские памперсы, либо другая гигиеническая продукция с использованием вот этих мембран, это 600 лет. То есть мусор остается гораздо дольше, чем мы о нем помним. И когда-то я считал, что весь мусор за год оставленный в национальных парках Республики Казахстан, из этого пластика можно переплавить и построить, например, каток Медео, высокогорный каток Медео. Какие масштабы загрязнения? И вот визит-центр — это то место, где туристу говорят о вреде, экологии, которую турист может оставить и как его не оставить. Или, к примеру, о том, что на территории Казахстана все еще водится, успешно живет снежный барс и таких стран, как наши, их всего 12, где это животное еще осталось. Поэтому как правильно себя вести так, чтобы не потерять это богатство, которое у нас есть. А услуги визит-центров, они бесплатны? Услуга визит-центров, ну вот из тех, что построены по линии туризма, те услуги, которые, к примеру, помыть руки и сходить в туалет, они бесплатны. Вода бесплатная, информационные услуги бесплатные. Но если покупаешь что-то перекусить или кофе, то, конечно, это платно. Другая категория визит-центров, которые расположены на исторических или культурных местах, это вот Древние Городища, вот Рарса, Уран, там Балатас, это вы знаете в Алматинском регионе, местность с петроглифами, там около 2000 петроглифов, которые относятся к эпохе бронзы. А это на сегодняшний день там около 5000 лет их возраст. Это практически ровесники пирамид египетских. Вот об этом, обо всем в визит-центрах должны рассказывать. И наш гость, турист внутренний, турист зарубежный, должен понимать, насколько древней является та земля, где мы сегодня проживаем. Есть ряд визит-центров новых, которые строятся, и ряд визит-центров, которые успешно работают. На ессыкских курганах есть визит-центр, который планируется к открытию вот совсем скоро. А это IV-VI век, Сакская эпоха. Это информация о том, что цивилизация многих современных народностей пошла именно отсюда, с территории Казахстана. И вот когда об этом рассказываешь простым, неглубокно научным языком, то это достаточно большое открытие для наших людей. Это патриотизм и его воспитание. Ну, а для иностранных туристов это информация, которая дает вау-эффект о нашей стране. Эту информацию возможно получить на русском, казахском, английском, французском, немецком языках? В любом визит-центре и демонстрационный материал, и раздаточный материал, и повествование сотрудников визит-центра полиязычно, как минимум на трех языках. Здорово. Скажите, пожалуйста, какие достопримечательности национальные парки и природные заповедники являются самыми популярными среди туристов в Казахстане? В Казахстане 14 национальных парков. Всего площадь особо охраняемых природных территорий это заповедники, красивые ландшафты, леса, озера, ледники. Их суммарная площадь составляет где-то территорию с Великобританией. Это наше богатство. На базе этого богатства можно развивать экотуризм. Экотуризм среди всех видов туризма вообще на планете развивается очень быстро, быстрее, чем все остальные. И на сегодня уже захватывает более третий всего туристского рынка. Особенно после пандемии люди стали выезжать на природу больше и выбирают, предпочитают отдых на природе больше, чем отдых в каких-то там монументальных отелях, так скажем. Поэтому у нас есть большой потенциал. Если говорить о наших природных территориях, это 4 нацпарка Алматинского региона. 4 нацпарк. Вообще Алматинский регион уникален тем, что можно за один раз посетить все 4 сезона года. Ты можешь быть на ледниках, тут же степи пустынные, тут же озеро, леса и так далее. Вот это наиболее посещаемый. Соответственно, там и идет концентрация интенсивной строительства визит-центров благодаря инвесторам, которых мы в свое время привлекли. В урочище Аюсай, это Илья Латовский нацпарк, визит-центр построен, успешно работает и на сегодня мы видим результаты. Мусора стало меньше, брошенных костров стало меньше, в целом костров хаотичных мангальных видов отдыха стало меньше, туризм приобретает новый экологический облик. Культурный. Культурный. Медео Чамбулак, само собой, там уже несколько визит-центров. Новый визит-центр очень красивой архитектуры, экологичный, открылся в национальном парке Черенский каньон. Один скоро уже откроется в национальном парке Алтыны-Мель, тоже очень красивой архитектуры. На Иссыкских курганах вот-вот достраивается и в Магестау, к примеру, в местности Сартас достроился визит-центр. На повороте на урочище Божира, на повороте, подчеркиваю, возле трассы, на повороте должен тоже открыться визит-центр за счет частных средств. Это все делается не только для того, чтобы на туристах зарабатывать деньги на проданных печеньях и кофе, а основная все-таки миссия, по крайней мере, для нас, это правильно доносить информацию, что Божира одна на планете нашей, она одна, и, соответственно, бросать, оставлять мусор или уничтожать эти меловые скалы, это большое преступление, этого делать не надо. А как вы смотрите на то, если открывать визит-центры на трассах при автозаправочных комплексах? Это шикарная идея, особенно, если это АЗС находится на артерии, которая ведет в туристскую дестинацию, это отличная идея. Собственно, в этом и заключается философия визит-центра. А вообще, было бы хорошо, если сотрудники автозаправочных станций владели минимумом информации, которая будет интересна для туриста, независимо от того, этот АЗС находится при въезде в нацпарк, при въезде в город, просто, чтобы те 3-4 минуты, когда клиент стоит за фронт-деск автозаправочной станции, он мог за эти 3-4 минуты 10 уникальных фактов получить. И это, кстати, хорошая программа для того, чтобы казахтуризм мог совместно проработать с частным бизнесом и обучить, либо сделать какие-то памятки для сотрудников АЗС о 10 фактах примечательных о Казахстане. Это действительно будет очень интересно. И в тему нашей с вами беседы хотелось спросить, какие новые проекты по развитию туризма запланированы в ближайшие годы? Пишу, наверное, немножко, но открою. Для развития внутреннего именно туризма мы разрабатываем новую меру господдержки руководства страны, правительство концептуально поддержало, надеемся со следующего года сделать ее доступной. это туристский кэшбэк, а именно возмещение в денежном виде 20% от стоимости путевки. То есть вы с семьей съездили, купили билеты, остановились в отеле, наняли гида, съездили в музей, съездили, взяли еще какие-то услуги параллельно. Вот суммарно от этого турпакета 20% в денежном виде нашим гражданам будет возмещаться за счет государства. Это, мы надеемся, будет хорошим импульсом для развития внутреннего туризма, семейного, организованного туризма. Это компенсирует часть затрат, которые люди тратят на сравнительно дорогие авиабилеты. Ну и это замотивирует людей запланировать свой отпуск на следующий год. Я бы хотела спросить, путешествие по Казахстану на автомобиле, что делается для того, чтобы человек комфортно путешествовал? Территория территория Казахстана очень богатая, и это большой подарок от наших предков. Вместе с тем возникает большой пласт работы по обустройству транспортной доступности, инфраструктуры, и, соответственно, каждый 50-70 километров пути туристов должен быть минимальный сервис, которым он нуждается. Это большая работа, это сделать в Казахстане сложнее гораздо, чем сделать в другой стране, меньшей по географии. Но с этим государство успешно справляется. С 2019 года было реализовано около 200 проектов инфраструктурных. Это строительство дорог, реконструкция аэропортов, прокладка сетей именно в туристские дестинации. Но важным еще и открытым до сих пор остается вопрос наличия придорожного сервиса, и вот Министерство инфраструктуры в этом плане серьезно продвинулось. На сегодняшний день более 70% инфраструктуры, которая имеется вдоль автомобильных артерий, она уже соответствует национальным стандартам. Но еще есть над чем работать, и мы думаем, что в этом и в следующем году дефицит будет устранен. Акиматы на своих участках с этим тоже справляются. Повторюсь, за один год эту проблему решить сложно, сложнее, чем, например, ее решить в Грузии или в Узбекистане, потому что мы больше, и туристские места у нас не сконцентрированы в одном регионе или в одной области, они разбросаны в равной степени по всей территории Казахстана. Поэтому домашней работы много, но мы ее успешно выполняем. Иржан Маликович, спасибо вам большое за такую интересную беседу, желаем вам удачи в реализации идей и целей для развития туризма в Казахстане. С вами была Селя Алимханова, до встречи в эфире телеканала Atomicen Business. Селя Алимханова,